Врачи рассказали о состоянии шестилетнего мальчика, который выпал из окна третьего этажа в Шемкенте в доме по улице Оренбай-Окна. По данным медиков, пострадавшего доставили в областную детскую больницу в тяжелом состоянии. Пациенту диагностировали многочисленные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылка, травматический шок и подкожные гематомы. Ребенок находится в реанимации. Его погрузили в медикаментозный сон. При поступлении сразу же взят на искусственную вентиляцию легких, подключены кардитоники и подключены препараты для снижения влияния травматического шока и профилактики отека головного мозга. По прогнозу мы не можем сейчас сказать, потому что мы боремся последствиями травматического шока и которые есть у нас отек головного мозга. В этом возрасте природное любопытство преобладает над инстинктом самосохранения. Статистика настораживает. С начала года трое детей в Шемкенте по официальной статистике выпали из окон. По сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев идет на снижение. Тем не менее, факт падения детей из окна все еще имеет место. Из службы скорой помощи 26 июня в 20 часов 25 минут поступило сообщение о том, что в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Урунбай-Акына Ямбышевского района мальчик 2017 года, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры третьего этажа. Доставлен в больницу сейчас. С появлением детей в семье вопрос безопасности должен стать главным. И тут изобретать велосипед не надо. Все уже придумали за нас. Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять окна открытыми, ставить на них решетки. Защитные механизмы должны стоять в каждом доме. Только если для застройщиков это рекомендация, то для родителей обязательный пункт – нести ответственность за детей у дел взрослых. Коркия Масибалиева, Матей Ольбеков, Александр Крапивкин. Информационная служба. Телекомпания «Утрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова